В Петховензавете, в Израиле, у них было очень большое значение, имело то, как Бог их истории, их жизни, как Бог выводил их из Египта, о том, что Бог делал с ними в пустыне. И одно из таких очень важных было для них, это было место, где они могли приходить в присутствие Божьей, где они видели, что Бог присутствует среди них, это была скиния. И в Ветховензавете много видим описание этого помещения, определенная палатка, и очень много, несколько глав посвящаются тому, чтобы Бог говорит, как нужно сделать, потом мы читаем описание, как ее делали, потом мы читаем о том, что в результате получилось. То есть очень много внимания уделено этой постройке, и это было очень важно, даже Бог описывал, говорил о том, какие нужно жертвоприношения приносить. Но когда мы читаем уже Новый Завет, послание к евреям, здесь мы видим о том, что есть что-то более важное, более ценное, и может быть даже для начала для еврея это было не совсем понятно, в чем же, почему это так ценно. Послание к евреям, 9 глава, мы прочитаем с 11 стиха. Христос, первосвященник будущих благ, пришедшись большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропления освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Итак, видим, что автор этого послания говорит, что он упоминает те жертвы, которые были важны для израильского народа, он говорит о том, что Христос пришел, и Он пришел с определенной целью. Он пришел и принес, говорит, шесткинию, которая лучшая, большей, совершеннейшей, нерукотворенная, та, которая от Бога. И Он говорит о Его теле. Он говорит о Его крови, которая намного ценнее, чем та кровь, которую проливали жертвы. И Он говорит о том, что это Христос совершил, и это совершил не просто так. Не просто так Он пошел на крест, не просто так Он пролил свою кровь. И Он говорит, чтобы вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Тем более, кровь Христа, который Духом Святым принесся непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И Он подчеркивает то, что кровь тех животных, которая когда-то проливалась, она не имеет никакой силы для вечного спасения. Она не имеет силы для искупления, не имеет силы для того, чтобы человек мог войти в присутствие Божие. Да, Он говорит, что это было только для того, чтобы чисто было тело, чтобы показать какой-то прообраз того, что будет в будущем. И говорит, что кровь Христа, которая когда-то пролита была на кресте, что она имеет силу и сейчас искупить человека, даровать прощение грехов и жизнь вечную. И Он говорит, что не только то, чтобы человек пришел к Богу, он теперь искупленный, теперь радостный этому событию, но говорит о том, что есть что-то определенное, что человеку нужно делать теперь. Что-то определенное, чего теперь Бог ожидает от человека, который искупленный, которого прощены грехи. И Он говорит, что очистит, 14 стих, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, чтобы человек мог послужить Богу. В те времена, когда еще была скиния, во время Моисея, когда Израиль вышел из Египта, то тогда им нужно было послужить то, что они могли принести Богу. Когда Бог говорит, что вам нужно будет построить скинию, то те, которые хотят это делать, вы можете это трудиться. Кто же этого не может делать, то вы приносите что-то для того, чтобы совершался этот труд, совершался это служение. И также мы считаем в Новом Завете, что Бог, Он церковь свою наделил дарами. Наделил каждого определенным даром, чем может теперь служить Богу. Это не только может быть пение или проповедь, это могут быть молитвы, кто-то постом, кто-то это служит тем, что просто ухаживает, может, даже за цветами. Это то, что очень важно и ценно пред Богом, чтобы каждый мог потрудиться на него тем даром, который Бог дал. Чтобы когда Христос встретился с Ним, Он мог нас похвалить и сказать, что добрый и верный раб, ты был верен в малом, на одну я тебя поставлю. Когда Христос рассказал притчу, что очень важно было использовать то, чем Бог наделил. Есть вот мнение, что Христос, Он пришел в этот мир, Он пролил свою кровь, Его кровь много ценнее, чем жертва была в Ветхом Завете. И дальше мы читаем с 24 стиха, это же 9 главы послания к евреям. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Если тогда Моисей являлся пред Богом, он заходил в Скинию, народ мог приходить к этой Скинии, народ видел гору Синай, которая горела огнем, когда Бог там находился. Бог говорил, чтобы никто не подходил. То теперь, благодаря тому, что Христос вошел в самое небо, Он теряется ходатаем Нового Завета, то мы теперь можем приходить в присутствие Божие. Мы можем приходить в Его присутствие. Бог дал им право для Церкви своей, такое право дал обращаться к Нему, быть в Его присутствии. И вот Христос, Он вошел в самое небо, за нас, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первый священник, входит в освятилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своей. И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. И что Павел написывает о том, что зачем нужны были тогдашние жертвы, но говорит о том, что есть превосходнейшее, более лучшее, более ценное для человека – это жертва Христа. И он говорит, что как людям положено однажды умереть, и с этим никто не будет спорить, то Христос, Он даже телом Своим, Он взял грехи наши, как мы читали раньше, что Он вознесся к Отцу, взялся с Тереходатаем Нового Завета, чтобы однажды принес Себя в жертву, это 28 стих, чтобы подъять грехи многих. Почему многих, а не всех? Почему не каждого? Потому что мы знаем, что не каждый принимает Христа, не каждый доверяет Ему свою жизнь, не каждый желает, чтобы Христос, Он был Господином Его жизни, но Христос желает, чтобы были спасены все, чтобы мог иметь каждая возможность быть в присутствии Божьем. Поэтому Христос и пришел в этот мир, чтобы взять грехи каждого человека. Поэтому здесь пишет, что, зная людей, пишет Павел, чтобы поднять грехи многих. Но потом что-то еще произойдет одно очень важное событие. Да, порядка двух тысяч лет назад Христос, Он отдал свою жизнь для спасения каждого. Он вознесся к Отцу, и теперь мы читаем в конце этого стиха, что во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Христос вновь придет. Христос взят тех, которые уверовали в Него. Христос придет взят тех, которые поверили, что Его жертвы достаточно, чтобы быть в присутствии Божьем. Что Его крови достаточно, чтобы искупить и омыть мои грехи. Именно за таковыми Он придет. Друг, являйся ли ты тем, который ожидает Его прихода, который желает, чтобы Христос пришел и взял в свою церковь. Но именно это и ожидает весь мир. Хотим, не хотим, верим, не верим, принимаем, не принимаем это, но это будет. Слово Божие говорит, что Христос явится не для очищения греха, а для ожидающего во спасение. Поэтому будем ожидающими Христа. Будем благодарны Ему за то, что Он пролил свою кровь, которая намного ценнее, чем те жертвы, которые были когда-то в Ветхом Завете, когда мы читаем. Что Его крови достаточно и сейчас спасать каждого, и сейчас очищать наши грехи, и сейчас даровать жизнь вечную и искупление. Поэтому слава Ему за это и благодарность. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.